Потерялся в глазах. Наши пары, застрявшие в картепе из-за того, что в их машинах закончился бензин, находят дом. Хайат и Сера узнают, что их братья пропали, когда люди в отеле идут их искать. Они тоже отправляются на поиски. Несмотря на то, что машина застревает на дороге, они находят своих братьев через дым трубы дома и на следующее утро возвращаются в Стамбул. Когда Бурак и Гюзде объявили в школе о своих отношениях, Севда, обеспокоенная желосливыми взглядами подруг, сказала, что она с караем. Тархан говорит, если ты отказался от Севды, почему ты мне не сказал? Ася, если ты забыл Севду, то почему Севда? Говорит. Видя, как Ася грустит, Лочка думает, что это из-за него самого. Он действует близко к ней. У Курая новый план, быть рядом с детьми в классе, оставлять Гюзде и Бурака одних и заставлять их уставать друг от друга. Он приглашает детей к себе домой после школы. К детям он относится хорошо, чтобы не обидеть Севду. Севда спрашивает мальчика о тетради, которую он нашел в комнате Курая. Карай вынужден сказать девочке, что у ее отца есть ребенок от другой женщины, то есть у него есть брат. Девушка очень удивлена, врач-хирург, он звонит Хайет и сообщает ей, что цыпочка сейчас работает. Жизнь приходит в гараж с радостью. Между тем, настоящая бомба заключается в том, что Бертанем, принявшая предложение руки и сердца менеджера шерифа, хочет продумать все детали подготовки к свадьбе. Как бы дешево и не хотел сбежать шериф, женщина преувеличивает ситуацию. Жизнь заставляет учительницу быть ее подружкой невесты. Директор шерифа назначает господина сэру, который, по его мнению, будет его спонсором, своим шафером и подготовка к свадьбе продолжается со всем своим безумием. Менеджеру понравился голос Зенеб, когда он идет в дом мачехи девушки и рассказывает о контракте и деньгах, женщина вдруг начинает очень хорошо относиться к девушке. Он снова вызывает девушку домой и пытается решить вопрос с контрактом, позвонив еще и менеджеру. Она подняла флаг восстания против своей любимой сестры. Он делает противоположное всему, что говорит ему сестра. Его старшая сестра также ужесточает наказание и дисциплину. Несмотря на это, Гюзде принимает предложение Бурака пойти вечером в клуб с друзьями по команде. Он сбегает от Надира и идет в клуб. Он потребляет слишком много алкоголя и распространяет его. Бурак не может справиться с девушкой, которая, как он думает, имеет разрешение от сестры. Девушке звонит сестра. Бурак открывает его и отправляет Хаяту координаты их местонахождения. Прибывают Хаят и Хирург. Ища брата в туалете, Хаят сталкивается не с братом, а с реальностью брата, который сбежал, оставив телефон и сумку. В Карталтепе пропали две пары. Последствия ставки Курая и Бурака на Гюзде, использовавшей в качестве оправдания президентства школы, все еще продолжаются. Хаят вмешивается в дела Гюзде, основываясь на своих сестринских правах, и между ними возникают споры. Когда Гюзде выходит в сад, она видит, что ее машина, которую она называет своей цыпочкой, разрушена и очень расстраивается. Механик говорит, что это будет стоить около тысячи лир. Жизнь все еще хочет закончить свой птенец. Класс, разыскивающий человека, виновного в мошенничестве, сначала подозревает Курая. Однако Карай доказывает, что ему не нужно жульничать. На этот раз они думают, что Карай, возможно, поручил Тархану и Аси выполнить эту работу и строят соответствующие планы. Из устелочка Аси, Эмель, с другой стороны, подходит к этому человеку, чтобы вырвать несколько слов из уст Тархана. Он обращается в банк, чтобы получить кредит, но проценты по кредиту превращаются в сумму, которую он не может выплатить. Хирург узнает от своего брата Курая о том, что случилось с цыпленком, и запугивает Джахита, заставляя его отвезти его в машину. Шерифу шерифа приходит в голову идея. Мой дорогой убеждает учителя давать детям бесплатные уроки, но он, конечно, берет с детей деньги. В ходе разговора в конце урока Бертанем узнает от детей, что директор берет деньги и принимает меры. Когда Гюзде вскользь говорит, что поехал в картепе, Бурак смотрит на фотографии в соцсетях и видит, что он поехал с Караем. Он предлагает Гюзде вместе поехать в картепе на выходные. Карай же пытается узнать мысли Севды о брате. Когда он понимает, что девушке не нужен брат или сестра и даже не нравится это слышать, он меняет ход. Эмель переписывается с кем-то в социальных сетях. Лочка ходит в танцевальный класс Аси. Они подходят ближе, когда девушка показывает ему свою фигуру. Когда они второй раз идут на танцы, Ася говорит мальчику, что он ей нравится. Анор же не упоминает обеизбиение, которое он получил от Джахита, и говорит, что упал. Зейнеп идет к ребенку и присматривает за ним дома. Он не может выйти на сцену на выходных. Зейнеп предлагает выйти на сцену вместо Анура. Девушка настаивает. Девушка выходит на сцену вечером и пользуется большим успехом. Ее друзья приходят туда, чтобы поддержать Зейнеп. Гюзде и Зейнеп едут учиться в Эмель. Когда Гюзде идет на рынок за чипсами, туда приходит Хайет и задает вопросы о местонахождении девушки. Гюзде злится на сестру за то, что она контролирует ее и принимает предложение Бурака поехать на выходные в картепе. Он лжет сестре, говоря, что будет учиться. Бурак отвозит Гюзде в картепе на арендованном джипе. Друг Курая, увидевший там дуэт, немедленно сообщает об этом Карау. Туда же едут Карай и Севда. Бурак подозревает, что они любовники. Севда и Карай заставляют другую пару постоянно ссориться, смеясь и находясь рядом. Наконец, они танцуют за ужином, и Карай целует Севду. Это действие вызывает реакцию Бурака. Хирург предлагает вылечить птенца. Жизнь также помогает ему. Они намеревались поехать в Измит, чтобы купить необходимые для машины запчасти. Они решают переночевать в картепе. Шериф просит уборщика и Надира организовать место встречи, а скрипача сделать предложение менеджеру Бертанему. Госпожа Бертанему ходит, потому что торговец закрывает ресторан и нанимает группу цыган. Моя возлюбленная впечатлена, когда слышит, как шериф разговаривает сам с собой за спиной менеджера и говорит «да» на его предложение. Зенеб выступила очень хорошо. Ася также узнает местонахождение от Лочка и ведет себя так, как будто ее чувства были задеты. Однако настоящей шпионкой была Ася. Тархан тоже помог. В обмен на этот совет директор шерифа пообещал пройти курс напрямую. Друзья злятся на него, думая, что Лочка играет эмоциями Аси. Продюсер, которому понравилась игра Зенеб, дает ей свою визитку. Карай снова уговаривает Бурака сделать с ним ставку. Они участвуют в гонках на снегоходах, и в обеих их машинах кончился бензин. Две пары пытаются найти друг друга. После этого девушки устают и не могут идти дальше. Они просто остаются там, кричат и просят о помощи. Бурак завидует тому, что Гюзде приехала в карте Пискарай и приглашает ее туда на отдых. Гюзде, с другой стороны, соглашается поехать в отпуск с Бураком в ответ на давление сестры на нее по поводу Бурака. Узнав, что Гюзде там с Бураком, Карай берет с собой Севду и направляется в картепе. Оба мужчины делают комплименты девушкам, когда они идут ужинать с девушкой рядом с ними. Позже в зал входят Севда и Карай, и между Бураком и Гюзде возникает некоторая напряженность. Карай и Севда изображают очень счастливых и веселых людей. Поскольку состояние Анура не подходит для выхода на сцену, вместо этого Зинеп выходит на сцену и поет. За девочку болеют одноклассники, которые не оставляют ее в покое. И Кис, и Анур вспоминают романтические моменты, которые они пережили во время песни.